На базе Брестского областного управления МЧС прошла церемония открытия мемориальной доски в память о пожарных, погибших при выполнении служебного долга в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие приурочено к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Не случайно по всей стране, не только Министерство по чрезвычайным ситуациям, но многие другие государственные органы, органы власти и управления, воинские части и подразделения, органы внутренних дел, все те, кто в то время были в погонах и решали задачи по обеспечению безопасности страны, мы это очень остро чувствуем. И если какие-то исторические факты, давно установленные, лежали в архивах, мы сейчас их показываем людям. Только за небольшой промежуток времени мы уже много открыли различных мемориальных досок, памятников, мест поклонения наших пожарных спасателей, потому что нам нужно от чего-то отталкиваться, видя, что происходит в этом мире, какая несправедливость в отношении вот этих исторических событий происходит. Очень интересно, когда ты понимаешь, что 8 человек, которые служили в разные годы и в последующем служили в пожарной охране, тогда еще МВД СССР, они являются героями Советского Союза. Но это же нужно знать. Поэтому мы эти мемориалы установили на наше пожарно-аварийно-списательное подразделение, где они служили. Сегодня установлено, что Николай Гастелло, знаменитый подвиг которого увековечен в памятниках, он белорус, он родился в Кареличах, его папа там работал. В последующем они переехали в Россию, и он служил в пожарной охране в Муроме, а потом только стал летчиком и совершил свой знаменитый огненный таран. Спасатели возложили цветы и почтили память героев Великой Отечественной войны «Минуты и молчания». На мемориальной доске выгравированы имена Ивана Бойкова, Тимофея Полянина, Петра Копытова, Михаила Кострова, Андрея Полозова. Ведь страна должна знать своих героев, героев огненных битв, которые под бомбами и снарядами, не жалея жизни, отстаивали народное достояние. Так же, как сегодня, с огнем и ненастьем борются их коллеги – спасатели Брестского областного управления МЧС. К сожалению, количество пожаров, количество погибших в сравнении с прошлым годом увеличивается. Мы отмечаем рост количества погибших на 46%. 57 человек погибло в огне. Основные причины – это неосторожное обращение с огнем, это личная небрежность граждан. Сегодня с корректированной нашей программой по обучению населения мы ведем широкую профилактическую работу. И тем не менее, вопрос безопасности, он остается, конечно, основным вопросом для наших граждан. Количество погибших на воде несколько снижено, но с учетом высоких температур, конечно, мы ведем также работу на водоемах, ведем профилактику. И сегодня отмечаем, что, опять же, к сожалению, граждане проявляют определенную небрежность. Естественно, сегодня все подразделения МЧС работают на усиленном варианте несения службы. Мы отмечаем, опять же, сложные погодные условия в связи с прохождением грозы и ветра. Необходимая помощь была оказана тем районам, которые пострадали у нас. Это шесть районов попали в зону. Сегодня нарушений жизнедеятельности населения нет. Сегодня все восстановленные, электроснабжение во всех домах восстановлено, поэтому ведутся ремонт и восстановление тех домов, которые пострадали. Также министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский принял участие в коллегии Брестского областного управления МЧС, на которой были подведены итоги работы подразделений в первую половину 2024 года и поставлены задачи на второе полугодие. Подобные рабочие поездки министра в первом регионе смотрите завтра в программе «Итоги недели». Василий Набуцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.